Репортажи, стримы, матчи, интервью, новости. Все это Cybersport.ru Вот тенденция в танчиках складывается какая-то херовенькая для русских игроков. Дело в том, что во всех регионах есть какие-то уникальные эксклюзивы, кроме нашего. В Европе есть Canon Jagdpanzer и уникальные камуфляжи. На Америке есть вот этот вот уникальный прем третьего уровня с двумя стволами и есть еще разные там тоже уникальные кама. В Азии сейчас вообще просто китайские ПТСАУ отдельную ветку вводят, которой не будет нигде вообще в мире больше. И как бы с одной стороны нам наверное и в сраку не усралось, да, это китайская ветка ПТСАУ, которые будут скорее всего такие же практически как советские, только немножечко другие. Но с другой стороны возникает вопрос, а почему у нас нет никакой уникальной ветки? Почему у нас нет какого-то интересного танчика, который был бы недоступен для американцев, европейцев и азиатов? Почему вы спросите, я сейчас поднимаю эту тему, потому что прямо вот сегодня стало известно, что для Азии Wargaming вводят два новых уникальных према. Да не просто према, а это самые настоящие фэнтезийные танки из сериала Хроники Валькирии. Их вы уже могли видеть в проекте World of Tanks Blitz. Называются эти танчики Nameless и Edelweiss. Но конечно вам наверное интересно узнать какие же характеристики у этих вот двух танчиков, которые до этого были только в World of Tanks Blitz и там они были на седьмом уровне. Но теперь вот разработчики их переносят в большие танки. И кстати говоря теперь друзья они будут уже на восьмом уровне. Итак, они находятся в японской ветке. Edelweiss это у нас СТ восьмого уровня. Прочность 1400. Бронирование лба корпуса и башни по 120 мм, то есть не особо много. Скорость поворота башни 38 градусов, скорость поворота шасси 42 градуса. Обзорка для восьмого уровня в принципе неплохой, 30-70 метров. Максимальная скорость нормальная, 60 км в час. Пушка ну не супер-пупер хорошая, всего лишь 190 пробития и 240 урона. Точность тоже не прям супер какая-то там японская или немецкая. 0,38 на 100 метров, правда быстрое сведение 2,3. Nameless это у нас тяжелый танк восьмого уровня. Прочность уже 1600. Броня лба в принципе пока что под вопросом, потому что лоб корпуса 220 мм, а лоб башни 240. Если там будут где-то нормальные работающие наклоны, ну вы сами понимаете. Обзор 370 метров, максималка кстати 50 км в час, но учитывая что этот танк будет тяжелым, будет слупочный, то эту максималку будет делать только с горки. А пушка опять же, как и в случае с Адельвейсом, что-то подкачала как для тяжа. 215 пробития и всего лишь альфа в 300 урона. Но при этом точность неплохая. 0,37 и быстрое сведение 2,3. В общем два таких вот вполне себе неплохих танчика. Да, конечно многие из вас наверное скажут, Джофф, ну у нас же историчная игра, ну какие-то там сериалы, какие хроники Валькирии, о чем ты вообще говоришь. Но с другой стороны, вы понимаете, что у нас в игре была вафля Е100, что у нас сейчас в игре арта станет там кого-то, что у нас артиллерия попадает с вертухи по легкому танку. У нас вообще игра, ну недостаточно достоверная. Почему бы еще не засунуть в нее и вот эти два прикольных танчика. И ведь дело даже не только в них, дело в том, что они опять же для Азии. А что для русских? Что для русских игроков? Даже тот самый защитник, который мы получили на 23 февраля, он не стал эксклюзивом, понимаете? Он потом появился на всех остальных серверах и это немножечко обидненько. Вы знаете, с точки зрения циничного и холодного маркетинга, я конечно картошку понимаю. У них есть ру-регион, они с него начинали. На ру-регионе все хорошо. Большой онлайн, большие донаты, куча бабла, все окей. Но есть другие регионы, которые не такие хорошие. Европа, Америка, Азия, Япония. Вот там меньше онлайн, там меньше донатов. Их нужно как-то стимулировать игроков, им нужно там плюшечки давать, хорошие акции проводить, марафоны и так далее. Это знаете, как есть вот дача, там сидит дачник и у него есть огород. И вот часть огорода хорошая, удобренная, там чернозем, все отлично растет и, как говорится, удобрять даже лишний раз не надо. А есть более каменистая почва, где все херово растет, где там ни картошечка, ни помидорчики, ни огурчики нормально не вырастают. И этот дачник вот эту почву, вот эти небольшие участки регулярно удобряет. Так и картошка, она удобряет именно те регионы, где игроки плохо растут. И понятное дело, вот с точки зрения там знаете, вот холодного расчета, я их понимаю. Типа зачем там париться из ару региона, там игроки и так в принципе играют. Но с точки зрения человеческой справедливости, ну, я считаю, ребятки, это как-то нехорошо. Я считаю, что если в Азии есть уникальная ветка потасау, какие-то там уникальные танчики в Европе, есть уникальные камуфляжи, там Мле 49, Либерти, там какой-то Паттон корейский, Нагибатор, и что там еще было, я уже не помню. А Супер Першинг, Фридом и прочее, прочее. Почему у нас в игре нет какого-нибудь нормального клона ИС-3 с советским флагом, да? ИС-3 победитель Берлина, да, там. Или ИС-3 красная армия всех сильней. Или ИС-3 на дюровом заднице снова как 45, ну, вы поняли, короче. То есть, я считаю, что пусть там будут уникальные танки в других регионах, но вы, господа разработчики, и нам что-то уникальное тоже дайте, дайте нам какой-то уникальный танчик. Потому что мы заходим на чужие сервера, там, на европейский или на американский, видим там уникальные машины, их выкатываем и м-м-м, как интересно. Но у американцев и европейцев вообще нет никакой мотивации к нам заходить. А ведь они в теории могут, потому что пинг небольшой. Друзья, пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Я лично считаю, что разработчики все-таки должны для нас что-то интересное сделать. Так сказать, замутить для нас какой-то эксклюзивный подгон, какую-нибудь прем-машину, которая будет уникальной, советской, и именно для ру-региона. Чтобы все остальные, скажем так, и азиаты, и европейцы, и эти американцы, чтобы они все смотрели и завидовали. Это должна быть машина вот типа защитника. Там, здоровая альфа, рикошетная броня, там, ездит неплохо. Косой, конечно, просто в сраку. Но зато дамажит. Но зато советский. Такая прочная сталь. Поехал, победил, нагнул. Иногда вообще за бой ни разу не попал, потому что сведение кончено. Но зато даешь альфу нормально. Вот что-то типа такого. Короче, друзья, прошу вас поддержать меня с этим видео. Если вам нравится эта идея. Если нравится, нажмите, пожалуйста, этому видео лайк. Покажите его друзьям, там, поделитесь с ними в соцсетях и так далее и тому подобное. Я думаю, если этот видос наберет большое количество лайков, разработчики задумаются и ведут для нас что-нибудь интересное. Даже, возможно, из тех танков, которые уже планируются на этот год, но пока что еще их модельки не загружены в клиент. Товарищи разработчики, дайте какой-нибудь интересный уникальный советский танк для ру-региона. Уважьте своих самых первых игроков и, собственно говоря, ту самую аудиторию, с которой началось победное шествие World of Tanks по всему миру. Хотим уникальный танк для русских, хотим четко, жестко нагибать. На этом, ребятки, у меня, в принципе, все. Если идея вам нравится, опять же говорю, жмите лайк, подписывайтесь на канал и я надеюсь, что мое видео на что-то повлияет. Спасибо, что посмотрели, удачных вам боев и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok